Многие меня спрашивают, зачем я использую инструменты Эрефии и вообще хожу в эти суды. А я вам хочу показать, что их же инструментами можно заставить их, самих же себя, исполнять свои же законы. Они издают законы, хотят, чтобы мы их исполняли, а сами их не хотят исполнять. А я им обратно доказываю, что это они в первую очередь обязаны соблюдать свои же законы. Ну, как видите, немножко получается. Всем привет! Сегодня у нас 30 января 2020 года. Позавчера, 28 января, в Ханты-Мансийске прошло апелляционное судебное заседание по моему иску в качестве ответчиков. Напомню, я привлекал прокурора города Сургут и прокурора округа Хмава в качестве ответчиков по иску. Требовал признать их действиями незаконными. Первое заседание прошло 19 ноября, открытое. И в связи с неявкой прокурора города Сургут Балина, Леонида Алексеевича, и в том числе его представителя. То есть не явился ни он сам, ни его представитель. Заседание принесло 28 ноября. На этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а че ж ты не пришел-то? Че ж ты даже представителя не прислал? Специально затягиваешь процесс. Я так считаю. Если тебе нечего бояться и все твои действия законные, че ж ты не пришел-то? Я вот пришел. Я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда, Леонид Балин? Еще раз. Они заявляют в конце, что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, потому что на момент заседания 19 ноября есть аудиозапись, которую мы ввели во время заседания. Шерстобитов, лицо в черной мантиях, заявил во всеуслышание, что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас судебное заседание не явилось за прокурор города Сургут. Извещено ближайшим образом. Причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас они заявляют, что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Леонид Балин не пришел. Официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Мы должны принять, что вы будете делать с этим. Я тебе расскажу об этом. Ой, да ладно, прошу. Пожалуйста. Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь без уважительной причины? По качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества... Заняты были? Или болели? Да, с помощью... Антон Николаевич Булгаков. Вы меня прекрасно знаете. Возьмите нашу разраблять и... Заняты Анатольевич, можно я вас попрошу о вас когда-нибудь не говорить? Можно я вас попрошу? Да, я тогда, когда возьму слово, поговорю с прокурором. Да, конечно, пожалуйста. Благодарствую. 28 ноября тоже было открытое заседание, но его перевели в закрытый режим. Судья Шерстобитов, обосновав это тем, что могут быть разглашены мои персональные данные. Я ему, конечно же, возразил. Возражаю, протестую. Вы нарушаете мои права на защиту. Я даю свое добровольное согласие на разглашение всех моих данных персональных и в том числе врачебной тайны. Ну, судья Шерстобитов решил по-другому и закрыл заседание. Судебные приставы начали всех выгонять, в том числе меня. От меня потребовали выключить все телефоны. Трех женщин, которые сидели на одной скамейке, вообще сзади подошел судебный пристав. Вот здесь про него видео. Загидулин Рустам Тагирович. И поднял скамейку вместе с женщинами и скинул их со скамейки. Выходите, пожалуйста. Да, я выхожу. Ого! Выходите, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Выходите. Выходите. Все мы уходим. Все. Сейчас мы уходим. Мы вместе выходим. Мы выходим вместе. Давай, выходим вместе. А подскажите, если бы на этой скамейке ваша мама сидела, вы тоже ее с этой... Конечно. Конечно. Попал. Ответа я так и не получил. Я бы остался, но когда я увидел, что вас со скамейки вот этот судебный пристав вытряхивает, то есть применять физическую силу к женщинам, я понял, что меня там вообще... Конечно, конечно. Вас оставлять нельзя было. Вот его значок, весь затертый до неузнаваемости, но номер нам удалось прочитать. А по номеру узнали и фамилии, имя, отчество этого пристава. Дальше я пытался ознакомиться с материалами дела, которые все никак не могли приготовить. И в народе это дело прозвали дело каши. То оно у них недосоленное, то не поперченное. Не знаю, очень долго они его готовили. В итоге отклонили все мои 19 ходатайств. По моим расчетам, дело должно было состоять из 2,5 тысяч страниц. Они его урезали до 308, по-моему. А с материалами дела меня так и не ознакомили. Мы ходили дважды. И пришлось написать апелляцию слепую, без ознакомления с материалами дела. На тот момент, когда я написал апелляцию, ни решения, ни протокола, ни одной бумаги из материалов дела я не видел. Позже удалось заставить, пришлось сделать 81 звонок в Пыргутский городской суд за один день. Об этом здесь видео. Удалось заставить их все-таки пригласить для ознакомления с материалами дела. Но нам устроили что-то типа засады. Меня пригласили в кабинет, куда зашли 2 судебных пристава, агрессивно настроенных, без значков, одеты не по форме. Мне предполагают, что мне хотели устроить провокацию. Просто закрылись бы со мной в кабинете, сами между собой бы подрались. А потом могли бы сказать, что это я нанес им побои, ну или что-нибудь в этом роде, или подкинул что-нибудь. В общем, ни в какую не хотели знакомить с материалами дела. Я написал заявление с требованием предоставить доступ через Газправосудие. Вот мне этот доступ предоставили, но ни одного документа не приложили. Вот есть обращения мои, стороны по делу, движение дела. А, кстати, история движения дела тоже не переделали. Об этом тоже есть видео. В общем, ни одного документа мне не предоставили из дела. Два дня назад прошел суд, и зайдя на сайт Хантамансийского куда, я узнал, что решение Шерстобитова, то есть первой инстанции, отменено полностью с направлением дела на новое рассмотрение. Я позвонил в Хантамансийск, начальнику отдела обеспечения судопроизводства по административным делам. Промощова Надежда Александровна. И меня заверили, что мне на следующий день, то есть сегодня, предоставят абляционное определение. Вчера я написал вот такой затреп, воля заявления, с требованием предоставить и аудио, и письменный протокол, и вообще все материалы дела загрузить на Газправосудие. Ну и заодно на электронный адрес продублировать. Сегодня на почту получил письмо от Бегбалатова Альдара Бегбалатовича, с которым мы общались вот в этих видео. Это один из двух должностных лиц, которые за все 81 звонок пошли на встречу и вообще хоть как-то по-человечески общались. Письмо он прислал в свящего содержания, что доступ предоставлен, копия судебного протокола письменного, также предоставлена через Газправосудие. Очень приятный человек в общении, я думаю он это видео увидит. Благодарствую, Эльдар, очень оперативно все сделано. Зайдя в Казправосудие, я обнаружил, что мне предоставлен доступ к апелляционному делу, и здесь есть закладка документы по делу. Вот апелляционное решение, апелляционное определение они приложили, и протокол судебного заседания. Отлично. Я звонил секретарю, и мне пояснили, что аудиопротокол у них нет возможности технической загрузить сюда, и все материалы дела тоже нет технической возможности. На самом деле я удивлен, как-то так, если два документа загрузили, то они в принципе и остальное могут отсканировать, правильно? Либо ленятся, либо не хотят расшивать, либо не хотят фотографировать, либо какие-то политические мотивы. То есть, народ, используйте этот инструмент, переводите все свое общение, советую, вот именно в электронный вид, чтобы не проходить через все эти рамки, там нервы мотать кому-то. Пишите обращение в электронном виде, они вот здесь все будут отображаться по делу. Ну вот как шерстобитую я писал с требованием предоставить. Вот это все, это вот моя апелляция, плюс обращение предоставить доступ. В общем, я эти документы скачал, я их обязательно приложу к этому видео и на свою страницу Сургуднадзор. Вот здесь будет новый пост, я сюда приложу документы в сеть. Значит, апелляционное решение председатель существующей Волков А.Е., напомню, он же рассматривал дело по вызволению менять всех ушки по отмене решения незаконного Бурлуцкого. Вот мы видим, Волков 18 декабря 2018 года отменил решение Бурлуцкого. Хотя изначально дело направилось в Степановой, но почему-то решили передать Волкову. Волкову отдельно благодарствую, в общем, он тут сильно много не стал расписывать, но основные моменты указал, что фактически суд требования ИСАН не разрешил. В удовлетворении ходатайства при общении 13 обращений административного ИСАН отказал. Данное обращение не исследовал, не предложил административным ответчикам предоставить ответы на эти обращения. Оценку ответов административных ответчиков не дал. Мотивированных выводов по данному пункту требований в решении суда не изложил. Ну и, в общем, тут дальше по тексту оценку не дал, не рассмотрел. Шерстобитов. Самая главная строчка, вот она. Судебная коллегия не нашла оснований, предусмотренных частью 2 статьи 11 КСРФ, для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. Что это значит? Это значит, что Шерстобитов принял незаконное решение о переводе открытого судебного заседания в закрытый режим. И, соответственно, судебные приставы, которые скидывали женщин со скамеек и выгоняли всех присутствующих, действовали незаконно. Ну а дальше резолюция. Решение Сургутского городского суда от 28 ноября 2019 года. Отменить. Настоящее дело направит суд первой инстанции на новое рассмотрение. Дело, скорее всего, направят в Шерстобитову опять. То есть будет раунд 2, но уже под видео. И именно в открытом судебном заседании. Также к видео приложу протокол. Почитайте. Тут в основном идет речь представителя прокуратуры Хмао. Еще на что суд указал, это то, что главный мотив, то, что Шерстобитов рассмотрел дело в отсутствии представителя прокуратуры Хмао. Была Ширяева, это помощник прокурора города Сургут, которая, кстати, участвовала вот в этом цирке, когда меня пытались психушку определить. Она там же выступала со стороны прокуратуры. Тогда у нее не получилось, и сейчас ничего не получилось. Она вообще, по идее, не имела право представлять интересы прокуратуры Хмао. Потому что ответчик Ширяева могла выступать со стороны прокуратуры города Сургут, но никак со стороны прокуратуры Хмао. Вот, пожалуйста, определение апелляционного суда. Также мы потихоньку подбираемся к генеральному прокурору через прокурора Хмао Батвинкина. На втором рассмотрении мы обязательно будем делать прямой эфир, как минимум будет аудио, как средний вариант это будет просто видео. Количество подписчиков мне уже позволяет вести прямые эфиры напрямую на канал Сургутнадзор 2. На этом все, готовимся, следите за новостями, будет очень интересно. Благодарствую. Вот я специально говорю, что в коридоре слышали, да? Я слышал, к вам гости едут в таких же синих рубашках, как у вас, и с пустыми карманами. Вы понимаете, чем дело может закончить? Генерального прокурора можем суд вызвать. Вам нужна вот эта слава на весь мир? А, Руслан Тагирович, вы в прошлый раз не ответили на вопрос, а если бы ваша мама сидела на скамейке, не таскается? Она не таскается, мы ходим по судам, защищаем свои права. А то есть другие женщины не таскаются по судам? И наши права защищаем, ваших детей. Руслан Тагирович, другие женщины не таскаются по судам? Я вас правильно понял? Вы не ответили на вопрос, если бы ваша мама сидела на этой скамейке, вы бы ее тоже скинули? А если бы сидела? Вот представьте, сидела бы. Очень плохо, что мать не ходит на защиту детей своих. Очень плохо. А мы меня-то толкнули. Мы, матери, защищаем своих детей. Вы меня толкнули. Вы меня располнили. Мы, матери, защищаем своих детей. Мы, матери, защищаем своих детей. Продолжение следует...